Всем привет! Меня зовут Алексей, и это видео про ковку простого объемного акканта. Но сначала небольшое лирическое отступление о том, что вы увидите в этом ролике, и чем он отличается от большинства подобных видео. Я давно обратил внимание, что в большинстве своем видео о ковке листьев на ютубе показывают процесс ковки с применением различных штампов. Я не спорю, это хорошо облегчает и ускоряет процесс, но штамповка это всего-навсего один из многочисленных приемов ковки. И пользуясь только штамповкой, вы сильно ограничиваете свои возможности. Поэтому для этого видео я выбрал такой тип акканта, в изготовлении которого штампы ничем не смогут вам помочь. Только классические приемы ковки. Классические приемы ковки и соответственно классические кузнечные струи. Такой как различные шпираки, разного рода и конфигурации желобини. Также я использую вот такие вот модифицированные зубильцы для штрабления на молоте, что несколько ускоряет и облегчает сам процесс штрабления. Ну и разумеется ручники. Ибо самый главный инструмент кузнеца это молоток. Именно от степени владения им и от понимания базовых принципов пластической деформации металла и зависит уровень его мастерства. А теперь перейдем непосредственно к работе. Перед вами заготовки из листа толщиной 3 мм, вырезанные при помощи ручного плазмореза. И первая операция это штрабление. Нам необходимо нанести на заготовки вот такую штрабу. Ну и пару слов про штрабу. Штраба бывает на двух видах. Функциональная и декоративная. Мы привыкли в основном видеть декоративную штрабу, которая исходя из названия делается исключительно для украшения. Здесь же в этом изделии будет именно функциональная штраба в основном. В чем ее отличие? Функциональная штраба. При работе с объемным металлом, который складывается в нескольких плоскостях, зачастую образуются складки, которые приходится разгонять и выглаживать, утяжены и деформации. Именно правильно расположенная функциональная штраба позволяет верно сориентировать и направить эти складки, что существенно облегчает работу. Пробивая функциональную штрабу, вы создаете своего рода зародыш будущей складки, которые снимают напряжение металла именно в заданном направлении. Но в данный момент вы видите нанесение именно декоративной штрабы. А вот теперь идет пробивка именно функциональной штрабы. И в результате... Мы получаем вот такую вот развертку с функциональной штрабой. Покажу вам еще раз зубийца, которыми эта штраба выполнялась. И переходим к следующей операции. При помощи различных желобилин выбиваем в заготовке первоначальный бюллет, используя проложенную ранее штрабу как ориентир и границы будущих складок. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Также при работе используются вот такие вот своего рода шпироги. Я их из-за характерной формы называю торпеды. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее при помощи более крупных желобилен мы начинаем сворачивать нашу заготовку. И выходим, так сказать, на финишную прямую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, пока греется заготовка, еще раз крупным планом инструмент и другие заготовки, ожидающие своей очереди. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, погнали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok